Оправданный риск – дело благородное, тем более если он приносит признание мирового уровня. Молодые фристайлисты Чувашия, чемпионка юношеских олимпийских игр Лана Прусакова и действующий чемпион России Дмитрий Мулендеев вернулись на родину с победой. Как их встретили дома в следующем сюжете. Скорость на трассе, адреналин в организме. Все это фристайл и его дисциплина слоуп стайл. Этот вид спорта активно культивируется в республике последние пять лет. На горнолыжном комплексе «Вертикаль» на правом берегу Волги собираются его постоянные поклонники. Именно туда и пришли когда-то первый раз Лана Прусакова и Дмитрий Мулендеев. Привел папа, начал кататься в классе шестом, заниматься начал в классе девятом-десятом. Ну так не думал даже, что чего-то достигну. Просто как хобби катался, ну нравится, очень круто. Ну сейчас даже тоже такое отношение, наверное. Просто на старте стараешься что-то показать, что ты умеешь. Я занималась два года обычными стандартными горными лыжами. И у меня не очень получалось. У меня не раз в неделю на соревнованиях за два года. И я решила уйти, мне стало скучно. И мне предложили заниматься слоуп стайлом, попрыгать с трамплина. Мне понравилось очень. И заняла первое место на Всероссийской спартакеаде. Поехала на сборы со своим тренером. И так получилось, что в сборную попала. Но таких успехов, конечно, не ожидала. Приезды спортсменов все ждали с нетерпением. Был обещан мастер-класс по слоуп стайлу для начинающих спортсменов. А их оказалось немало. Ведь в отделении фристайла Республиканского центра зимних видов спорта обучаются навыкам около 80 воспитанников. Именно в дисциплине слоуп стайл Лана и завоевала заветное золото юношеских олимпийских игр. А ведь путь к медали был действительно тернист. Когда мы вышли на нашу первую тренеру, у нее вообще ничего не получалось. Она падала, она расстраивалась, она плакала. То есть вечером, буквально после тренировки, мы часа три с ней ехали, беседовали. Мне кажется, она проплакалась, у нее вышли эмоции все. И на следующий день, за день до Олимпиады, до самого старта у нее, мы провели тренировку. Она была очень хорошая, она все сделала идеально. И на следующий день очень хорошо выступила. Когда на Олимпиаде я приехала, там были девочки, которые выиграли меня на предыдущем старте кубки Швейцарии. Еще, кажется, в ноябре месяце. Вот, и мне это стало очень неприятно, так тревожно. Да, и очень сильно волновалась на Олимпиаде. И вообще, юношеская Олимпиада, это был первый старт, где я смогла собраться мыслями и хорошо выступить. Международный старт. Конечно, этот склон не сравнится с теми, на которых приходится выступать спортсменам. Многие более сложные элементы нашим чемпионам продемонстрировать не удалось. Однако, все еще впереди. Будем помогать по мере возможности, развивать. Самое главное, у нас, еще раз говорю, есть здесь молодые тренеры, есть кадры, которые решают все. Нам остается только им помогать, поддерживать и развивать материальную базу, которая сегодня, к сожалению, не совсем соответствует современным требованиям, которые необходимы для достижения самых больших спортивных результатов. В планах спортивного ведомства Республики усовершенствовать комплекс и в ближайшие годы принять старты одного из этапов Кубка России по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Это станет еще одним шагом вперед в развитии спорта в Чувашии. Екатерина Абрамова, Игорь Зверев, Республика.